Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая, и я вот с сегодняшнего дня очень-очень подробно начала рассказывать о формировании томатов. Сейчас расскажу, как формировать томат в один ствол. Сразу вам до этого уже говорила, что это самый-самый легкий способ формирования, потому что при формировании в один ствол мы, начиная с низа, вот пасынок, тоже недостаточно, начиная с низа, вот эти все пасынки, все-все-все удаляем. Удаляем снизу доверху, вот у меня, видите, вот уже был пасынок на такой высоте. Удаляем и до цветочной кисти, вот она расцвела кисть, и дальше, если будут они, вот смотрите, видите, тут он раздваивается, тут он хочет вот в эту сторону пойти и в эту. Тут мы тоже удаляем, и он так и идет, оставляем кисть, дальше несколько листиков будет, еще кисть, еще кисть. И если у вас, например, вы живете в регионе с холодным климатом и с коротким летом, если это крупноплодный, после пятой или шестой кисти мы делаем прищипку верхушки, все. И даем наливаться и вызревать именно этому количеству кистей, которые мы запланировали. Если томат мелкоплодный, но вы его ввели в одну, в один ствол, например, есть там всякие трюфеля, ну, разные, сосульками, колокольчиками, то количество кистей можно сделать и 7, и 8, если вам не важно размер плода у мелкоплодных, можно оставить, ну, на произвол судьбы, сколько вырастет, столько вырастет. И если будет осень продолжительная и теплая, то, возможно, у некоторых вызревает очень много кистей, он идет до самого потолка, пока не уткнется в потолок. Но если томат у вас крупноплодный и вы ведете в один ствол, все-таки я посоветовала бы контролировать количество вот этих цветочных кистей, потому что я уже говорила, чем больше количество кистей, например, если оставить 7 или 8, ясно, что томаты мельчают. Один куст томата, если он крупноплодный, он не может выкормить бесконечное количество плодов. И еще, вот смотрите, есть вот чисто в один ствол. Есть, я иногда делаю еще вот так, вот этот тоже он крупноплодный, вот он шел, шел, шел в один ствол, вот у него ствол этот основной. И тут раз пасынок, да такой классный, такой толстый, уже цветет, вот его мне надо сейчас удалять, но я его удалять не буду, я его удалю сейчас только после вот этой цветочной кисти. Дальше он также будет идти в один ствол, он дальше будет продолжать свое цветение, плодоношение. Но вот на этом, на маленьком отросточке, я не дам пасынку дальше разрастаться, но вот эту первую цветочную кисть я оставлю, потому что, видите, она так хорошо цветет, она цветет почти одновременно вот с этой первой кистью на основном стволе. И ее просто, я считаю, неразумно удалять, она никому не помешает, я также ее подтяну к колушку, вот так здесь она будет висеть. Но дальнейший рост я ему не разрешу, потому что, если я решила вести, например, в один ствол, он у меня один и будет. Ну, а вот эта вот одна будет тут висеть. Но это вы будете решать сами. Вы можете вот такой пасынок тоже удалить. Может быть, вы его удалили еще на той стадии, когда ему было 5 сантиметров всего в длину. Может быть, у вас его и нет, раз вы решили вести строго контролировать, вести в один ствол, он у вас один идет и идет. Но я вот иногда себе такое позволяю, потому что, сейчас объясню, почему. Вот смотрите, вот это первая кисть, вторая будет только вот здесь, третья будет еще выше, четвертая, короче, а пятая там неизвестно где. А вот с этой вспомогательной кистью, она же уже у нас вторая, то есть вот это будет третья, и у нас получается, как он будет более компактный. Все три кисти будут вот здесь, и останется только две вот тут разместить. Ну, вы поняли, что они будут более кучкой, и не так вот не растянуты на 2 метра до самого потолка. Мне так больше нравится. Мне нравится, когда вот на нижнем ярусе сразу раз вот эти самые крупные томаты вызреют, а какие там будут дальше, уже это, к этому времени мы уже наедимся. Главное, вот эти три кисти будут такие хорошие, крупные, в нижнем ярусе. Удобно их обрабатывать, все. Вот все, это про формирование в один ствол. Видите, даже при формировании в один ствол, казалось бы, таком простом, могут быть еще вот такие нюансы. Можете немножко одного пасынка пожалеть и оставить. Все, до свидания.